Здравствуйте, друзья! Сегодня я Владимир Конюха на канале Супер Манган поделюсь с вами рецептом очередного мужского блюда. Мужское блюдо это не рецепт, это философия. Сегодня мы будем жарить селедку. Тем, кто учился в интернациональных вузах, очень знакомо такое одно словосочетание. Вьетнамцы жарят селедку. Подразумевается несусветная вонь, которая заполняет все общежития. Но это в общежитии. На природе это очень вкусно, это очень здорово. Сегодня мы готовим. Итого, у нас есть две селедки свежеразмороженных. Первым делом берем, разрезаем по спинке, делаем два разреза, вынимаем ребят и внутренности. О, это рыба с икрой. Но икру мы выбрасывать не будем, она нам еще пригодится для фаршировки. То же самое делаем и с другой рыбой. Готовим начинку для рыбы. Мужская кухня это в значительной мере импровизация. Для начинки мы берем свежесорванный укропчик и петрушечку. И меленько нарезаем. Теперь, вот недавно прошли дожди и вот вырос настоящий шампиньон. Мы его тоже пускаем сюда. Это так интересно, вот настоящий, не из магазина. Дело в том, что настоящий, вот природный шампиньон, он обладает особым вкусом и ароматом. Как-то сейчас уже страшновато кушать вот грибы природные. Осталось только воспоминания из детства. Какие раньше были вкусные шампиньоны. И вот я вспомню этот вкус. Теперь высыпаем в мисочку это все. Добавляем сюда 3 чайных ложечки соевого соуса. У меня вот есть такой сыр плавленый янтарный. И перемешиваем. Это мы все делаем, покуда у нас разгорается мангал. Отличительной особенностью мужской кухни является, конечно же, ее питательность и, конечно же, быстрота. Вот, берем вот эту рыбную лодочку и удаляем ребрышки. Без фанатизма так присаливаем и начинаем фаршировать. Ребята, я не ложу лимон. У меня другая фишка. Сейчас вот я сюда закладываю лист черной смородины. Поскольку у нас рыбина попалась девочка, вложу сюда половину икры и вложу красной смородины. Вот так вот приглаживаем. И одна у нас рыбина готова. Итого, супермангал уже готов к принятию рыбки. Он собран в положении гриль. От обыкновенного мангала отличается тем, что поставлена решетка. Перед тем, как водрузить рыбу на гриль, ее надо промазать растительным маслом. Иначе не будет никакого вкуса и никакого вида. Вот так вот сделаем. С одной стороны. С другой стороны. Вот так вот. Еще промажу решетку гриля. И то первый пошел. И второй пошел. Приготовление рыбы на гриле, это процесс быстрый. Примерно 5 минут с одной стороны и 5 минут с другой. Прошло 5 минут и как-то надо излучиться, чтобы не порвать рыбину. Вот так вот. Вот такая вот красота. Смотрите. Ребята, сразу развею сомнения по поводу запаха. Запах этот не есть плохой или противный. Запах этот очень вкусный. Просто он очень концентрированный такой. И я вам просто не советую это блюдо делать в кухонных условиях, потому что запах будет на весь дом и на всю квартиру. Ребята, мужская кухня это способ отдыха. Отдыхайте. Отдыхайте вкусно. Готовьте. Импровизируйте. Фантазируйте. И у вас получится вот такая вот красота. Лайк. Подписывайтесь на мой канал.